как слышно хорошо слышно и видно хорошо слава шлисту так у меня небольшая новинка до слушаю очень внимательно вы сейчас повторите за мной что я скажу хорошо иначе разговоров никогда больше не будет это каждому у меня нашелся один человек он ко мне не обратился не к сергею а я он сам мне позвонил теперь начал жаловаться на youtube что конфиденциальную тайную его встречу мы опубликовали а при том мы говорили видно что снимается и он не первый раз уже был у сатана просто человека вошел то и я сейчас на ю тубе заблокирован меня заблокировала администрация из-за него так не спешите плохо слышно подождите не спешите так вы что-то пропадает все нормально идет нормально говорите так вы сейчас скажите сами что вы знаете что у нас идет запись конечно и ник и никогда вы не против этой записи я лично нет потому что мне нечего скрывать мы православные чего бояться так и никаких претензий вы передачам которого мы разговариваем к нашим разговорам претензий не будете иметь скажите эти слова и на эти тихоныч я претензий не буду иметь буду иметь только благодарность или слушаю дорогой я хочу вас поблагодарить за ваши книжечки которые вы мне переслали красота какая я не ожидал что настолько они такие ну как сказать ну так сделаны я не ожидал просто потому что но это просто шок в начале в шок потому что формат в руки очень удобно держится дальше допустим с первых строчек здесь ответ мне лично вот вот я ж не вру вот что проповедовать должны все особенно все христиане и пастыри и миряне это вот к нам послание нашего уважаемого любимого феофилакта болгарского да это книга пропитана всеми возможными способами донести человеку что бог дал писание вот вы выделяете выделение до 1 1 6 строки понимаете дальше это все феофилак болгарский это не вы вы просто помогли увидеть мне лично у меня лежал феофилак болгарский когда читал в электронном виде ваши книжечки я просто раз 20 обращался к нему к этим книгам феофилакта болгарского но не составлен немножко не так немножко не тот формат и трудно читать и я был поражен что это феофилак болгарский это не вы говорите а феофилак болгарский еще раз повторяю вот господнее слово ваш комментарий это не ваш а святых отцов от вас там 2 черточки отмечаются показана и л и другим шрифтом вот 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 и мне не верит никто это не ваше евангелие это евангелие от феофилакта болгарского да еще раз повторяю вот ваш комментарий он черточка и л это игнати лапкин да и вот идет все на святых отцах ничего от себя вообще вот посмотрите первые строки вот это вот исаи 1 2 это второзаконие 42 это второе послание петра это откровение 22 18 ничего от себя вообще от вас нету пусть пусть все посмотрят потому что я убил массу времени доказывая людям что это не ваше евангелие а евангелие феофилакта болгарского я не знаю как еще достучаться дальше на как да простите говори говори закладочка какая это вообще сделано с такой любовью дальше самое интересное в том что здесь четко указание на проповедь именно о проповеди понимаете я откровенно вам скажу я удивляюсь почему господь так все это устроил нашу встречу наше такое общение но главная цель это проповедь проповедь еще раз всем обращаюсь мы должны все миряне выйти на проповедь то на каждом нас каждый на своем уровне по-другому никак потому что погибнем священники на своем уровне мы на своем уровне то есть здесь вот эти выделения они настолько быстро помогают искать ту или иную тему это это только это только начало дальше я был вообще поражен я не ожидал что настолько это это именно вот эти ну репродукции их не назовешь ты как бы фото как вы их так сделали игнатий дихо это господь сделал это понимаете это впервые в мировой практике все раскрасили я два года искал художников и получил это родной мой я не знаю но это такой дар нам бесценный посмотрите на эти люди добрые вы услышите шо это это раскраски подписаны 240 иллюстрации гюстава дара раскрасили мы впервые все все три тома все три тома все три тома раскрашены то есть для детей для людей которые не могут там допустим не любят читать даже сесть посмотреть эти иллюстрации и уже уже в сердце уже сердце тепло уже сердце ты с чем-то соприкасаешься невероятным то есть божественным великим то есть но но я вам так скажу игнатий тихоныч я столкнулся с такими иллюстрациями в черно-белом формате библия санкт-петербурга старая у меня дома было когда-то у родителей то конечно там ничего не видно просто но темные все темные а здесь просто дух захватывает вот другого не скажешь просто захватывает дух родной мы я очень благодарен дай вам бог много лет надеюсь что такие книги будут в каждом доме потому что именно такая должна она быть такой любовью понимать любовь любовь это чувствуется раскрасить в это время были высоких художников в алтайском крае я ходил с ними знакомился мы не знали как подобраться мы решили так сначала белилами все закрасить контур один картина ставить а потом заново закрашивать и нашелся один человек такой он студент пятого курса через нашу прихожанку юлию медицинском университете он с отличием окончил он помог мне самые главные вопросы на ответы разбить на сайте и вот это вот поставить программу ну и главное ветхий завет это игорь добунов вот там который такой солидно то говорит вот а это вторая наташа приходько и помогала еще оля у ногаева там даже в конце написано просто буду показывать вы говорите потому что это мне это я настолько это так мечтал примерно чтоб так примерно все было составлено и тут вы уже все сделали понимаете дай вам бог здоровья игнатий тикович родной я всем буду показывать всем буду проповедовать это будет помощь невероятная то есть их с собой даже в рейс возьму потому что моисей вот смотрите я говорю вам что наше издание но вот это нового завета с блаженными пепелактом по восьми параметрам лучше самой хорошей патриаршей какая была издана но я не верил понимаете пока не взял это все в руки это надо в руках поддержать у меня шок уже несколько часов понимать это это и главный вот проповедь проповедь учительство кому врачено кому проповедь и разграничение кто такое священство кто такие миряне почему миряне чем отличается от священника почему миряне должны проповедовать все по полкам разложено то есть люди которые будут иметь такую книгу они конечно поймут быстрее что от нас требуется и его смотри если я скажу каждый том три тома по 752 страницы но иногда маленько место оставалось там листа 2 я туда поместил воду державина гаврила романовича это как бы предшественник пушкина бог дальше маленький то трактат может страниц на 20 был профессор твой марсенковский владимир филимонович достоверно ли евангелия на научной основе это там в конце в каждом доме в конце еще добавка на несколько страниц чтобы нам точно вывести объявление оглавление параметры какие все выставлено есть и вадите конечно я не ожидал честно скажу для меня это шок такой что такое мог человек сделать это человек который действительно любит бога вот что вам скажу то есть мы подарили только однажды было и перхальное собрание у нас городе барнауле покровском соборе и мы с разных сторон встали где люди будут выходить то сразу подарили 125 комплектов священникам 125 и приложение четвертой книги для слова божия нет уз вот эту книгу показали по телевидению библиотеки путина стоит библиотеки если на москве парламентской и исторической 400 примерно 48 49 примерно библиотек имеют теперь это во всех государствах европы англии америки и состралии мы везде делали подарки в одессе тоже есть библиотеки везде игнари тихоныч я хочу сказать что я поражен просто это ну и если у меня будет когда-нибудь средства деньги возможности я буду ваши книги печатать распространять потому что это должно быть в каждом доме я обращаюсь ко всем людям у которых есть средства прошу вас это вот это должно быть на первом месте до строить храмы это уже второстепенное боком поверни так с торца покажи сюда закрой его так покажи как она округление не на меня не на меня не на меня и то что у нас я болтайском крае не умеют делать мы это делали в горно-алтайской автономной области вот и картины видите видно мы картины сделали без обреза они прямо под обрез подходят по полному листу картина чтобы больше сделать сегодня это не издать это миллионы и миллионы рублей стоит когда вы это все делали каких годах или в это тут за день же не сделаешь это издание первое было черно-белое но я очень сильно хотел искал и думали находили в разных городах художников это не просто так вот прошлые годы мне попала в руки книг вот послушай однажды да я слушаю слушай вообще я буду показывать потому что люди не верят только не отвлекайся я слушаю мы были в грузии и там был у нас знакомый мой крестник еврей борщуков на ум израилевич и он повел нас к одной бабушке и бабушке вот и была книга с иллюстрациями густава даре написано так библейские мелодии все поэты мира что говорили на библейские сюжеты вообще его удивительно да и она когда показала я так и от мира где такое сделать найти-то но побыли там помолились мы пошли назад я вот и попробую ней попроси даст она или нет попросил она не дает лишь распятие христа снятия с креста когда мы ушли дома побыли я говорю давай на ум вернемся к ней еще раз но мы сейчас помолимся я говорю и вы помолились о том чтобы бабушка эту книгу отдала мне на время пока я пересчитаю все и там кое-что отснимем то но вот помолились а мы пришли это как будто другая бабушка и мы стали молиться и эту молитву записали ну тогда не было таком это вот день пятидесятницы и она эту книгу мне благословила насчитать и представь себе начинается с бытие виктория гюго бальман то и там кого только нету и дар державина сумарокова стихи на библейске на каждую картину вот эту вот а стихотворение и вот я приехал когда домой кто будет считать а я какой я я никто не поэт не не яхонтов которые мастер художественного слова но бог все-таки дал я вспомнил такой-то человек я слышал новосибирске поехали туда драм-театр договорились другой артист здесь пришел ко мне на дом овчинников эдуард дмитриевич это вообще когда он считает дочь и фая он говорит и рыдает вот от артист высочайшую и кто не слушает все плачут и мы я распределил там кого знакомых как женские голоса мужские и мы эту книгу перепечатал я ее руками руками а потом мы ее насчитали но потоп простите я не могу удержаться вообще чудо и эту книгу после этого завершили бабушкиной молитвой чтобы эта книга для всех было чтобы люди верили в бога чтобы эта поэзия послужила на пользу и и мы эту книгу снова отправили туда ангелы навстречу с авраамом все все больше не буду и мы эту книгу отвезли видите как простое дело лежала книга но она жила теперь на пленку насчитали мы и я его когда в сотни тысячи тиражей там всю россию заполнили это те годы были восьмидесятые годы ну конечно властям не нравилось меня подобрали за решетку посадили я насчитал архипелаг гулаг и трагедия русской церкви как коммунисты расстреливали священника патриарха тихона николая второго вот это я не меня сохранили спрятали вот так любить когда свое дело выпросишь у бога любить она все по-другому будет вот когда я насчитывал жития святых златоуста я поехал новосибирск а тогда была епархия новосибирска барнаульска благословился у архиерея и архиепископ гедеон потом он ставропольский был то после этого пост объявил причастился и начал насчитывать и поэтому она вот так слушается это не наше моего там ничего нету это бог да его в этих не только ваша любовь и вы составите вы составите что толкование нам нужно было разбить по стихам мне пришлось перекомпоновывать а до этого было так ты порожденный пришел как его исцелили это все одним пакетом шло мне пришлось рвать это все по стихам и по стихам потом к ним перекомпоновывать и толкование теперь так легко считается ты открыл это вообще я ну я не знаю это божий дар я вам честно скажу сколько там шрифтов разных-то да я хочу сказать но наверное не увидит человек то есть вот только нету вот так вот мы наверно не увидим больше мелко вот где объявляется как голова стих ведь она жирным курсивом после этого пробел тире пробел кавычки везде одинаково но главное что вы как будто психологию изучают вообще который читает его переходят с эти вот я допустим читать книги с карандашом выделяю подчеркивать теперь не нужно этого делать все все уже вы не подчеркивай не порти книги никогда не 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 но я там два как по-другому изучить конспектировать приходится у нас даже враги которые к нам не расположены когда попадает вот это они мою там фамилию готовы вычеркнуть а книги-то хороши говорить говорят конечно хороши вот мой крест сделать какого цвета какими буквами там по корочке это все мы советовались и у меня ни на что не было таланта но у меня был дал талант один что я не противоречил я говорю я ничего не понимают давайте так и делать и теперь я вижу что это было хорошо а что за бумага так овсетная бумага белая тяжелая тяжелая самая крепкая а карт которая картинки это называется мелованная бумага то есть воды она я так вижу не боится на сожмется но ты заверните книги чтобы не не стереть их чтобы они были там газетку или как понял 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 я в эти вот такие вот обертки сделал же сохранить я подумал еще вот что когда у вас там будут близкие отношения с батюшком дайте в руках подержать три тома все сделаю я ж таки хочу вот у меня сейчас план просто что евреи смогу идти но план такой пойти к вашим монастырь показать всем моим стереотом я был и там ночевал в монастыре и она был такой и она я у и она ночевал я хотел узнать об его не расскажите это интересно людям что как в одним словом святой ну вы как с ним общались можно чуть чуть поподробнее все спрашивают понимаешь нет мне трудно это говорить дело в том что в одесскую семинарию так а в другие это принимали людей через кгб и нам теперь надо было как спрятаться то чтобы нас не видели они за нами увязались нужно было как-то их где-то отрубить а с ним заранее договорились мы к нему в келью и там остались ночевать и мы беседовали до глубокой ночи а потом уже молитва была очень хороший человек я могу что выделишь из него когда он весь хороший у него пояс двуглавый орел на поясе понимаете то только за россию только за единение только за мир второй иеромонах андрей был иеромонах андрей не знаю там там было в то время довольно человек на ра 5 или 6 еврейская группа молодые еврейские юноши и они следствовки православные и там были молились мы с ними сразу сошлись у нас была какая-то особая теплая любовь с ними и беседы шли я был не один всегда человек восемь и мы не разучались ни на минуту если нас арестуют то всех подряд но отец его на благословил вас на проповедь на дело благословил он обнял там поцеловал там но не расскажешь родной роднее родных сразу вас принял в наш правильно что мы попали на пасхальный первый день и они там обед приготовили там где-то при храме но если послали людей там а там как сад такой искать нас увидели в откуда мы говорим с алтая и мы поехали едем дальше едем там по украине и дальше и они нас пригласили за обед запомнилось густой горящий хороший суп без мяса но и каждому полный стакан вина более такое вино а мы не пьем а рядом с той другой стороны сели там одна женщина мужчина а вы еще не пьете мы не пьем так вы не против если я у вас возьму и она к своему стакану наш туда а представьте нас 8 так еще 8 стаканов а поражить пришлось запомнилась приветливость и когда ходили к морю там была вот такая вот вниз лисис один на это а рядом вагонетка маленькая такая это для патриарха алексея первого семанского его чтобы на берег сайте не сажали оттуда и оттуда руками крутят а он туда по этой вагонетка катится небольшая семинаре там такие священники умные преподают преподаватели там умницы они тоже все о проповеди они только за это за евангелие за то чтобы шли проповедовали они говорят тоже что и говорите вы но почему-то их никто не слышит вот в чем парадокс я тебе еще могу сказать одно дело говорить другое ложить это два полюса понимаете вот ян златоуз говорит как тебе поверить что ты против винопития если тебя горит винут ведут домой говорит ногами заплетаешься пьяные губы у тебя красная кто поверит это к священникам обращается классика классика это к сожалению беда но я такие рисунки подобрал потому что гюставо даре 230 а у меня три книги надо чтоб поровну было я 10 взял из классика из классика получилось 280 240 по 80 в каждой книге трижды 824 в каждой книге в полный лист 80 картин светлых игнати тихоныч вот за эту книжечку особо вас благодарю тоже с кровью 40 лет истину православию то есть это буквально вчера мне человек звонит говорит что нашел значит там момент что у вас в уставе написано что допустим человек не может причащаться в московском патриархате там и это отец лебедев задавал такой вопрос этого где-то выложил что-то там и короче в этой книжечке у вас четко есть ответ и в электронных виде все расписано по полкам почему было такая такая есть еще тема переход когда переходят люди переходить можно туда где есть дисциплина где проходной двор туда нельзя переходить там просто заходить ноги подними через порог а люди не понимают а вы против не против приехал наши архиерей сюда и была служба с местным с архиереем московской патриархии максим дмитриев и мы всеми все все нашей общиной русской православной зарубежной церкви мы там были на богослужении и все наши дети там причащались а дети московской патриархии когда нашего батюшки нет выходим но другие ходят в разные храмов бывает среди недели где-то так то мы собираемся вместе и вот вы видели сколько раз там приезжает архиереи вместе служим а другие то там вы сектанты вы сектанты раскольники нас я сектант еретик и вы это знаете и архиерей с нами служит то по канонам его отлучать надо вы еще бару гуравить это но не один а с ним священники семинаристы вы сразу человек 20 под нож пускаете я вообще постоянно после общения с вами создается впечатление что я не православный что вы как раз есть православный настоящий это факт и еще и гнать тихоныч значит я вот сколько изучал игнатия бренчанинова ну только не кричите если что не так но я вот честно вам скажу я считаю что по всем тем характеристикам о которых говорит игнатий бренчанин в своих трудах именно вы являетесь монахом монахом в миру он сказал что в последние времена чаще встретишь настоящего монаха именно в миру понимает нас так и считают так так и есть понимаете и нам надо брать пример с вас потому что монах там инок мирянин христианин это все условное название суть то совсем другого это именно то как человек живет по евангелии так об этом пишет и на тебе чинину это кто делает евангелие деланием занимается такое понятие а на на или не монах христианин ты или не христианин называешь себя там иноком называй как угодно все все в это упирается кто как занимается деланием и вот вы делаете вы настоящий монах по и гнатью бренчанину так что может я что не так понял поправьте да не буду поправлять пусть так останется чтобы соответствовать вашим словам я так вижу игнатики я так вижу друзья они такие же вот вот приезжают сейчас вчера позавчера мы проводили только вы увидите на собрании был там михаил не на приехали это семерта кемеровской области у нас отовсюду приезжают люди которые у нас приняли крещение они там живут в московской патриархии а приезжает сюда причащаться и принимали крещение здесь и все у нас разделение с московской патриархии никакого нету кроме того что мы не хотим чтобы под ними быть они нас сразу уничтожат и они это теперь понимают чтобы вы имели возможность говорить вот и все да да что вы могли свободно говорить вот и все потому что я понимаю священников они не могут свободно говорить их за ними стоят митрополиты епископы стоит система то есть нам надо брать это на себя то есть люди которые могут прочитать изучить помогать людям понимают что такое описание толкование это наша похожая миссия никуда не денешься а вы просто уже на другом уровне я думал вы будете кричать ху слава богу такие я не ошибся все правильно вижу и на ли тихо на и что по вопрос ну тоже не кричите то давайте заговорок время зря не теряет да да все я четко по теме значит это вот у меня сложилась тоже такая схема из прочитанного я вот сейчас хочу чтобы ваш ум на это гляну ваши вот такое знание ну только так если не пойдет то у нас не оговариваются но время не теряй тараси давай ну смущение все такое значит и на таких иначе смотрите чем сталкиваюсь и себе тоже люди не знают я не знал что такое вот эти новые понятия покаяние кротость искренность вера любовь допустим такое понятие как вообще простота там чистота сердца это непонятно это выбили из людей выберете все американские фильмы выбили люди ничего не читают я был тоже в таком состоянии и связи с этим читая эту всю литературу я начал понимать что это новые новые понятия которые мы должны в себя в себе насадить правильно я понимаю вы должны это в себе взращен взрастить правильно правильно или не так так правильно я узнать я вам скажу у вас есть хорошие священники грамотная семинария есть вы туда пойдите задайте вопросы эти вопросы абсолютно правильно у них отвечено нет я имею ввиду что ну просто я боюсь что может я ошибаюсь не ошибаюсь а тут вопросы которые надо углублять все время но главное ты услышал теперь быстро начинай делать не завтра сегодня вот допустим тебе кто-то сделал плохо ну плохо просто вот пакость какую-то умышленно сделал то смотри на это философски другим намного труднее а если это последний день то результат того зла он может быть даже еще не начнется и мы уже на той стороне будем господи а этот человек то думает добро делает многие будут убивать вас и будут думать что служат богу христос сказал помолись о нем никогда не злопамятствуй это злопамятство уподобляет демону златоуз говорит все вопрос решен то есть все это можно обозначить неправильным и правильным состоянием правильно сразу же в это вникай сразу же хочешь видеть добрые вот чтобы у тебя было нормально везде удержи язык свой от зла и уста от лукавых речей никогда не криви там это прямо но решает сказать или не сказать помолись другой раз и говорить не надо достаточно посмотреть помолиться и удалиться вот это тоже талант от бога я вам даже что сделал может вы где встречали было я собрал на листике бумаги вот эти все качества которые нужно в себе развить вот допустим покаяние простота прощение всем и все допустим упование на бога полный проповедь смирение искренняя вера искренности кротости вот так получилось что первая буква этих вот слов вы вылились в такое слово как пупсик а пупсик это есть младенец не не надо не надо это не надо этим не увлекать это уже лишние такое ну что это называется акра стих акра стих по первым бокам определяет делает еще какой-то куплет один я понял если речь это покаяние значит и попутно ставь слово не возвращение на прежнюю блевотину я покаялся а тогда туда отошел туда я уже не возвращаюсь а не так каешься и опять тоже делаешь ты как бы строишь покаянием а грехом опять все разрушаешь ну какое здание то будет а развалины все время вот так надо узнавать а не ты много можешь знать есть такое выражение голова горько земной шар а сердце как песчинка весы больше на знаю и надо сердце подскажет человеку больше чем всем наблюдателей за ним тебе совет дают а ты посмотри не для себя ли он советует ну вот такой момент еще и на тихон еще вот если я допустим вот вхожу в какое в правильно вот это состояние до покаяния прощения не памятна злобе именно в сердце от всего сердца то в этот момент появляется в человеке вот этот младенец можно так представлять про по простому то есть бог появляется в этот момент благодаря духовно возрастать господь сказал придем говорит и обители у него сотворим обитель это наше тело храм и мы даже так и понимать и об этом надо все время заботиться говорит страх божий страх заключается не только то чтобы не попасть в огонь в аду не гореть но как бы не оскорбить любимого как бы не огорчить его вот здесь накладка произошла у меня допустим знакомый с высшим образованием два высших образования там и тут он встречает понятие страх божий страх божий что он накажет он там смерть может дожидать там болезни наказали проси как человек объяснить этот момент что бог есть любовь я объясняю вам я ну затоусту говорили однажды есть люди неверующие они лучше верующих я сам слышал это златоуст говорит сомневаюсь в этом дело в том что чтобы быть добрым у верующие есть три причины 3 первое страх божий если буду не таким я попаду в ад я буду гореть вечером огне вторая бог обещает это первое это самое самое сильно действующее лекарство чтобы я бы изменил жене ах я согрешу и умру я хотел бы убить я убью я пойду в ад то есть я беру большие грехи она и поменьше бывает также второе качество которое позволяет быть добрыми за добро бог обещает вас дать посетили меня посетили больного меня посетили накормили нищего меня накормили как бы христос олицетворяет себя с теми кому мы помогаем мы для бога делаем то и третье вспомоществующая благодать божия мы говорим батюшка благослови или господи благослови чтобы дай мне силы это знаете бывает противно до того от ухаживать больной из-под него течет там это надо сейчас какие-то рукавички можно надеть там эти резиновые тогда ничего не было голыми руками червей выколупать из него неприятно господи я это делаю ради тебя это ты лежишь ты меня проверяешь и вот у человека верующего страх божий ожидание будущих блага и вспомоществующая благодать божия и несмотря на это златоус год еще люди спотыкаются и падают то что спрашивать с того у которого ничего этого нету неверующего вот и все что есть горит верующий который поступает не не хорошо неправильно я горд знаю но что есть неверующий который все поступает правильно сказать этого я не могу вот как ответил великий ян златоуст если так счета за замкнула замкнулась не слышали нет фотография ваша остановилась говори пожалуйста я не верю что и а что если сказать что это для людей грубых страх именно страх то есть наказание бога а потом уже страх просто уже другой уровень человека страх именно угодить богу не оскорбить иные говорят так ну я делаю только все по любви игнатий бричанинов об этом говорит так если ты отвергаешь на первом место страх божий а он называется притча соломона первая голова 7 стих начала мудрости начало первый шаг страх божий то начни сначала начни сначала а я любовь я любовь такие любви ты есть там ничего нету бог есть любовь он потопил весь мир бог понимает то любовь не так как мы понимаем и нам нужно приноровиться как бог делает и сжег садом и гаморра там были женщины невинная дети были младенцы бог всех сжег да конечно погибли тебе не надо рассуждать бог разберется мы знаем только невинный нигде не будет страдать а это временно и все равно бы они умерли уже две тысячи лет назад надо просить страх божий не любовь а страх божий мне лучше страх божий я по себе смотрю так нам мать наша мать мария егоровна она дала страх и страх она она не знала считать не умела но была книга лицевая лицевая старинными такими рисунками нарисована как человек который скверные слова говорил матерился у нее крюк за язык подвешенный а под ногами огонь горит вот пример рассказать другой который лгал там что-то изменял он где-то в котле кипит вокруг головы змея замотана его жалят еще и это лицевая книга она сильно нас трогала вот как вы посмотрели сейчас какие картины на там они такие знаешь как и престиянисты рисует ну как он написано много киноварию там опис написано и вот это вот нас трогала страх божий мама сказала школе нельзя пить нельзя и мы в школе никогда не пили 10 лет проучился ни разу не напился а если пить надо на большой перемене во все лопатки домой сбегаю напьюсь то есть для начального уровня те которые не знают православной веры должен быть страх да я бы мог сказать что я бы впал в жизни в блуд неоднократно в армии был там были там провожал гуляли но я дальше не заходил у меня был страх я когда говорю сейчас что у меня была увольнительная в армии 1 января по 31 декабря говорю да не бывает я был один может на дальний восток смотрел воинские здания ракетных войсках дальнего востока я поэтому я разъезжал сам себе был но и имел возможность у меня кабинет там отдельный был срочная служба на должности старшины и приехала она как молодая учительница познакомились она пришла но видно что она бога не знает я был с ней один если бы был неверующий вопросов нету я и стал сразу говорить о евангелии даже не знал я сказал есть бог этого делать нельзя нельзя мы погибли мы умрем вот пока будет благословение про священников я даже не слышал не знал а я знал что иконы и родители даже благословить но я так по и научен был старообрядческой семьи и господь меня сохранил я пишу в одном стихотворению куварем по лезвию там я скатился лишь бороду сдуло слегка я в армии был у меня такая вот бородка была а если бы не они не вы не вера в бога страха божия не было бы ну чё там говорит головы бы давно уже не сносил ну вот все подтверждается то есть вы как раз есть тот я в страхе божием жил и на который должен вот игнатий тихонов такого описывает то есть девственный еще и найти причине нав описывает а да и на тебе причина простите да то есть девственный и делает запад на страхе божи бояться я не знал ничего ничего я знал только что есть муха вечная я даже воображал от наш я на корабле был и корабль разбила и как вот робинзон круза я бы оказался на необитаемом острове ну но мне то 23 года еще спрашивают здоровый морфлот ясно делал как какой у меня тем более для подводного флота там тебе и барокамеры что угодно еще проверки то идут и там была одна женщина нашлась такая татуземка стал бы я с ней жить или нет я проигрывал эти варианты я себе твердо отвечал нет на другом конце острова построил бы шалаш или на дерево залез почему нельзя грех смерть вот какой страх вложила моя дорогая мама а потом уже евангелие было а теперь это все усилилось появилась любовь к богу потому что я об этом не знал никакой любви я знал что я грешник я буду в аду несмотря на то что я не такой как другие я за всю жизнь ни одного матерного слова так и не сказал еще по сегодняшний день но я знал что я грешник я буду в аду мучиться до времени пока я не встретился с евангелием которое получил у пятидесятников у баптистов как бог вел меня у меня было все необычное и обращение как у савла мгновенная я не рождался там пять лет а для меня это было пять минут благодарю вас за салтырь на русском языке что подсказали очень это это просто чудо понимаете мучился мучился и мучился понимать а сейчас на русском языке по благословению патриарха алексея второго вышла псалтырь отдельно крупными крупными буквами для молитвы крупными буквами псалтырь с первого по 150 столом черным и на обложке крест ну правда крест такой с велюшками я не люблю крест должен быть прямой от как отрублены как вот у старобрядцев где на храмах увидишь но я к себе от ксерил ничего не страшно сделал такую книжечку ксерокопию взял хороший шрифт нашел хорошую могу показать когда я сидел в тюрьме под следствием то ну а там уже камера лампочка маленькая горит и который со мной сидел там директор во главе он сумел достать бумаги я у него выпросил мне надо было приложить усилия я не знаю сколько ушло у меня но наверно месяца полтора я всю псалтырь печатными буквами крупно переписал переписал вот так он когда выложили переписал еще попало я бы знал горит тебя даже бумаги не дал я думал ты голых баб будешь рисовать я его когда переписал и у меня чтение псалтыри занимало два дня два дня пройдет я снова начинаю с первого псалма каждые два дня я полностью просчитывал псалтырь а за неделю новый завет в тюрьме на русском на русском на русском я только я сторонник абсолютно русского языка но вы правы вы правы потому что церковнославянский бьюсь над ним уже много лет нет вы правы понимаешь я проповеди надо нам не разрешат на полное перейти у нас богослужение идет на церковнославянском но все библейской ветхий завет новый завет псалтырное чтение евангелия мы все считаем на русском языке но когда блаженство или там псалмы благослови душа моя господа поется в это время мы поем по-славянски мы на избрали самую золотую середину очень очень умно то есть проникает слово божие проникает я посмотрел эту литургию вашу где был епископ сергий там это просто так 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 лучше понимать ну вы правы ну что сделаешь правда и правда я еще не в это вникаю душа моя вместе с давидом плащет у меня стихотворение псалтыре и снова с давидом и плащу на взрыв как в тюрьме я был считает это монашка и сам миродержесть земной с ней призрак смерти не так уже страшен и горе бежит стороной от один из куплетов о псалтыре я после молитву кладу под подушку чудесную книгу псалтырь и знаю покой мы никто не нарушит она мне всегда поводырь но ничего шарфера копировал принципе куплю тогда такую книжечку средства позволяют ну я не думаю что дороже будка эта книжечка конечно не дороже ты ее переплести можешь а сейчас я покажу как я сделал а вот я попутно скажу у меня брат тут который священником отец и аким он служил в армии а я ему посылаю псалтырь переписываю как покупаю открытки и на открытках печатными буквами тушью а где слово господь бог там красной тушью пишу и когда бывает салты салон длинная к нему на папиросные бумаги такие тоненькие я его всю псалтырь переписал и отослал в армию виде картинах вот вот такой я сделал формат хороший вот тут такая пружина и вот тут просто крупный шрифт не так удобно вот сколько ну замечательно но подожди прочитай ну-ка прочитай маленько второй псалом читать слух значит господи как умножились враги мои многие восстают на меня многие говорят душе моей нет ему спасения в когда перевод синодальный но она моя это синодальный перевод вот так так многие говорят душе монетку даже вижу как это а ты еще это синодальный перевод я абсолютный сторонник славянского это синодального перевода на русском языке так у вас вопросы еще есть какие вопросы вопросов нет главный комментарий это то что я был в риме был в истамбуле в софии этой святой прекрасной увидел этих колоссальное здание огромные которые стоят теперь осквернены стоят с этими мусульманскими внутри надписями то есть музей все там ходят все это скверняется никакой там уже нету благодати то есть величие конечно поражает но причина в том что не было похоже проповеди мы в 14 там были в стамбуле а вы тоже были в этом году мы были там а когда вы были я там был получается летом были когда мы в июле месяца в июле вы были нет нет в июне в июне понял понял мы разошлись я тоже в этом году как раз и время побывал меня поразило там движение я говорю я чуть под сиденье не спрятался у машины там идет идет конца края нет по берегу то тянется тянется дорога машины летят во всех направлениях на разных этажах ужас какой у меня одна мысль поражала что одна единственная бог говорит что мне это все не надо мне надо сердце ваше мне надо чтобы люди знали это у меня мысленно преследовала потом попадаю через два месяца в ватикан ну на пароходе подошли там в чередовик и я съездил с парнем посмотрю мы были в этом году в ватикане и тоже и подарили папе вот эти книги папу франциску папу венедикту тоже так мы на своей машине на газели с книгами в риме там библиотеки в центральной римской наши все книги все мои тридцать восемь книг у меня там сестра двоюродная живет в риме она нас водила показала все были были мы все там и подарили мы ехали с дарами мы не просто ехали мы ездили и везде дарили дарили книги полный комплект во славу божию это тоже бог сотворил чудо с нами что похоже на тихоныч похоже опять вы правы в том что нужно проповедь просвещение что все эти здания она не нужна богу по простому все делать и все то есть и будет больше пользы больше больше будет людей спасаться лучше хотел сказать главное я понимаю вопросы давать вопрос вопрос если нету мы сейчас расстаемся всех благ благодарю за внимание простите если что не так чтобы заочно нас не разделили клеветники а то против настроя даже не встречается перед тем как расстаться нужно встретиться поговорить меня еще ни с одним человеком заочно не смогли разделить никогда это невозможно а у других я не раз встречал кто-то сказал кто-то что-то он не проверяет ничего но сатана то не спит и на диких начальной я просто в рейс могу выйти на полгода я вам напишу то что я ушел так что если что телефон то у тебя есть иногда давай хотя смс брось а почему то я вам звонил даже не могу дозвониться но вы мой телефон то знаете сейчас подождите секундочку есть у вас минутка я понимаю что у вас времени нету час секунду бумажку запиши мой телефон еще раз проверь сейчас 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 вот вот есть уже есть значит 815 нет это не мой телефон 7 8 9 6 забрось это забрось пиши что я не скажу секунду сейчас сейчас ручку возьму да давай скорее давайте извините что я вас отвлекаю 8 8 961 961 230 230 70 70 60 60 игнати лапкин все 8 961 230 70 60 все звонок у меня уже раздастся можешь сейчас попробуй набери и тогда увидишь а то как ты мог звонить когда не мой телефон то у тебя кто тебя так но это я его взял у вас там где-то на сайте ты взял что-то другое у меня такого нет это просто я что в украине как звонить так и набираю давай давай сейчас сейчас 960 набираю как если все если 30 70 60 я не буду открывать чтобы деньги не высчитывали просто звонок чтоб раздался вы как раз мой телефон запишите себе тоже в любое время он отобразится телефон ваш игноте тихоныч родной будете в одессе я всегда обратно знаете теперь я уже вряд ли буду и мы были в одессе позав прошлом году в прошлом году мы были там там ночевали так ну-ка давай набирай набираю но что-то не идет может денег мало сейчас посмотрим как мало ну у меня на счету и за границу у тебя там ну где-то доллара три четыре должно достаточно я не буду поднимать крышку то она не снимет себя лишь бы звонок раздался чет не идет сейчас попробую с другой карточки сейчас секунду подними кверху руку может быть она выше будет у меня голубятня 9 метров 60 сантиметров высотой иногда не берет наш сама в низинке деревня тогда лезем на голубятни руку кверху нет что-то не идет но ничего я постараюсь вам дозвониться чтобы не отвлекать вас один раз я открою а то если бы сейчас я бы знал что это ваш телефон я бы открывать не стал чтобы деньги с вас не высчитали вы можете записать мой тоже телефон нет я звонить никому не буду мне нет я имею ввиду чтобы знали что это я чтобы она у вас высвечивалась если вам сообщение там сгибать мне надо туда занести все все не проблема не права я говори сейчас просто я понимаю что вы на таком уровне что у вас проблем я никогда не звоню здесь не уровень просто я у меня денег нету нет я имею ввиду половременной занятости заняты это не этой для людей заняты ты зашел приятно давай украина плюс 38 у нас идет плюс 38 до 097 097 до дальше 161 161 05 20 05 20 вот так вот стараюсь все только вы в одессе я вам всегда рад игнать ладно все серьезно все еще раз всех добро спасибо господи